Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! «Вы не понимаете, это другое!» — заявила Ubisoft, отвечая на негодование игроков по поводу NFT-площадки Quartz. «Компания абсолютно уверена, что технология невероятно полезна. Мы осознаем, что этот концепт тяжело понять, но Quartz — лишь первый шаг, который приведет к чему-то масштабному», — поделился Николя Пуар. По его мнению, NFT вызывает отторжение из-за вреда для окружающей среды и из-за того, что это якобы инструмент для спекуляций. Но Пуар уверяет, что всё это делается ради игроков. Несмотря на негативную реакцию, Quartz продолжит развиваться, а компания надеется, что игроки со временем поймут ценность этой технологии. Также Пуар уверен, что их NFT лучше того, что делалось в Stalker 2, хотя и печалится, что GSC в итоге от идеи с токенами отказалась. В будущем Ubisoft планирует внедрить NFT в большее число игр, но это зависит уже от каждой из команд, которые трудятся над своими проектами обособленно. В прошлом году Ubisoft анонсировала условно-бесплатный сетевой шутер Ghost Recon Frontline. Уже успела пройти закрытое бета-тестирование, и пользователь под ником Parcelize слил в сеть кадры из игры. Его видео быстро заблокировали, но интернет помнит всё. Судя по футажам, Frontline... очень такое себе. Parcelize написал, что игра и выглядит плохо, и играется так же плохо, даже на видеокарте GeForce 30-й серии. У шутера низкая ТТК, из-за чего часто не хватает времени, чтобы производить ответные выстрелы. Отдачу у оружия напоминает CS GO, вот только здесь она хуже. Интерфейс громоздкий и неудобный. Анимации сделаны так, будто Frontline — это какая-то инди. Из-за управления персонаж ощущается неповоротливым. Создаётся впечатление, будто это и не часть франшизы Тома Клэнси. Единственное, что порадовало Парцалай — это кастомизация. Ghost Recon Frontline планируется к выходу на ПК, PlayStation, Xbox и Stadia. А вот когда — это уже вопрос. Старший менеджер по производству NetherRealm Studios, Джонатан Андерсон, выложил фотографию, на которой пользователи разглядели следы Mortal Kombat 12. Если приглядеться, в верхнем левом углу можно заметить файл под названием MK12 Must, а в виднеющейся части письма читабельны слова «Конфиденциально». Не делитесь любыми отрывками этого видео, наши фанаты страстно обыскивают весь интернет в поисках любых следов. Обращайтесь с этим материалом с особенной осторожностью. Вскоре после публикации Андерсон быстро всё удалил. И вот вопрос, намеренно ли он спалил новую МК? По словам журналиста Джеффа Граба, Injustice потребовала бы лицензию на использование персонажей DC, а вот Mortal Kombat — отличный вариант для заработка без особых проблем. Особенно это важно на фоне слухов о планируемой продаже студии. И снова Мистер Хендерсон врывается в инфакт с новостями. Правда, на этот раз не по Battlefield, а по колде. По словам инсайдера, Call of Duty Warzone 2 станет полноценным сиквелом первой части, и развиваться он будет как отдельная игра. Infinity Ward при поддержке Raven Software создаёт полностью новую карту. Во второй Warzone всё начнётся с чистого листа. Выпустить её планируют на ПК и консоли только текущего поколения. Запуск планируется на конец этого года, но возможен перенос. И при этом оригинальная Warzone продолжит работу в штатном режиме. Руководитель Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал блогу PlayStation о сложностях разработки игры. После закрытой беты создателям пришлось изменить некоторые игровые моменты, в том числе механику призыва, из-за того, что игроки не сразу поняли, как она работает. Больше всего трудностей у команды вызвал открытый мир. Необходимо было наладить баланс между свободой действий и фирменным геймплеем From Software. А кроме того, осложнение вызывал и прогресс игрока, который также требовал равновесия между свободой и скоростью прохождения. По мнению Миядзаки, преодоление трудностей должно приносить удовольствие. В Elden Ring свобода передвижения и упрощённый доступ к мультиплееру позволят проходить игру более расслабленно. Грубая сила — не единственный вариант, порой необходимо включать смекалку. А благодаря опенворлду к особенно сложным местам можно возвращаться позднее. В отличие от предыдущих игр From Software, Elden Ring изобилует яркими красками, что было сделано специально, чтобы подчеркнуть остатки былого величия мира игры. Хотя и мрака в ней также достаточно. А ещё, уже в интервью Game Informer, Миядзаки рассказал о своей любви к одному из главных игровых клише From Software — «Ядовитым болотом». В Elden Ring они тоже будут, но здесь, в этой локации появится и некая алая гниль, зараза, которую герой сможет подцепить. И это, скорее всего, будет не обычное отравление или что-то из знакомых эффектов, а нечто другое. Что именно, узнаем уже 25 февраля. Игра ушла на золото, так что никаких переносов больше быть не должно. Создатели Dying Light 2 опубликовали ролик, демонстрирующий игровой процесс на консолях прошлого поколения. Игра показывает достойную производительность и выглядит очень даже ничего. Ранее Techland уже выкладывала видео с геймплеем на PS5 и Xbox Series X. На них будет доступно три режима — упор в качество с трассировкой лучей, стабильные 60 кадров и разрешение 4К. Да, придётся выбирать что-то одно. Dying Light 2 Stay Human выходит в релиз 4 февраля на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Там игра появится в течение полугода. Пользователю твиттера под ником PlayStation Gamesize удалось откопать в базе данных PS Network ART Cyberpunk 2077 для пятой PlayStation. По мнению сыщика, патч выпустят во второй половине февраля — начале марта, а официально апгрейд до Next Gen версии Киберпанка запланирован на первый квартал 2022-го. Напомню, что третий Ведьмак для консолей нового поколения также находится в производстве, и выйти игра должна во втором квартале. Правда, чем обновлённые версии будут отличаться от оригиналов, всё ещё не раскрывается. Новое приключение длиною в год ожидает игроков в The Elder Scrolls Online. Бритонское наследие разделено на четыре главы, каждая из которых постепенно будет вводиться в игру вместе с дополнениями. 14 марта на ПК и 29-го на PlayStation и Xbox выходит «Растущая волна». «Высокий остров» появится на ПК 6 июня и 21-го числа на консолях. Оставшиеся два неанонсированных дополнения ворвутся в третьем и четвёртом квартале 2022-го. «Растущая волна» принесёт с собой два PvE-подземелья, множество знакомых персонажей, достижения, наборы снаряжения и коллекционные предметы. А вот «Высокий остров» станет самой масштабной контентной добавкой в 2022-м. Игрокам предстоит исследовать «Высокий остров» и «Аменас», зарубиться в карточную игру «Легенды о наградах», пройти испытания риф зловещих парусов, встретить двух новых «Спутниц», пережить новые события и многое другое. Подробнее читайте в новости по ссылке в описании. 27 января Grinding Gear Games анонсировала крупное дополнение для Path of Exile «Осада Атласа». В игре было переделано большинство механик Атласа. Исчезли регионы, а потому специализация Атласа повлияет на каждую открываемую карту. Вместо 16 камней-хранителей собирать придется 4 камня пустоты. Древо пассивных навыков теперь всего одно, но содержит оно более 600 умений, действующих сразу на весь Атлас. Пламенный Экзарх и Пожиратель Миров имеют свои наборы мистических свойств, которыми можно наделить предметы, используя древние угли и зловещий Ихор. А в Лиге Испытаний Возмездия игроков ждут битвы с редкими боссами. Кроме того, DLC добавит в игру уникальные предметы — улучшение баланса, соревнования по убийству боссов и новые секции тайника. «Осада Атласа» выйдет 4 февраля для «Бояр» и 10-го на PlayStation и Xbox. В комментариях под прошлым выпуском Сергей Воронов укорил разработчиков ремейка «Готики» за режиссуру сцены с «Диего у костра». Но, на мой взгляд, все в этой сцене нормально. Просто охота не задалась, и поэтому «Диего» пришлось пожарить себя. Ну, чтобы не умереть с голоду. В 1996 году студия Lobot Amy Software выпустила шутер под названием Power Slave. И вот спустя четверть века олдскул возвращается. Разработчики из Night Dive назначили дату выхода ремастера — 10 февраля. Оказавшись в шкуре специалиста по секретным операциям, игрокам вновь предстоит очищать древний египетский город Карнак от пришельцев. Обновленная версия включает поддержку широкоформатных экранов, сглаживание SMAA, анизотропную фильтрацию, достижение поддержку Vulcan и DirectX 11, а также плавную интерполяцию объектов для высокочастотных мониторов. Игра будет доступна на всех платформах, однако русского языка не намечается. Да и так ли он нужен в Power Slave? Бывает так, что дешевые, совсем непримечательные инди-игры внезапно попадают в топ и оттягивают на себя всё внимание. Vampire Survivors стала одной из таких. Геймплей у неё совершенно незамысловат. Ходишь по равнине, рубишь нечисть, собираешь кристаллы, повышающие уровень, и продолжаешь рубить. Здесь даже атаки автоматические. Всё, что нужно делать — это уворачиваться от вражьих атак и выбирать, как качать героя. Тем не менее, у игры 99% положительных оценок в Steam на основе 15 тысяч отзывов, 38 тысяч онлайна и 140 тысяч зрителей на Твиче. Разработчик Vampire Survivors такого явно не ожидал. Зато теперь он сможет осуществить свою мечту и открыть собственную студию. Правда, сначала ему придётся справиться с поддержкой игры и довести её до финального билда. А с таким давлением в одиночку ему будет очень непросто. Подробнее читайте у нас на сайте. Там же вы найдёте ещё больше новостей, коих за выходные скопилось немало, и, конечно, целый ворох свежих материалов. Итоги 2021-го игрового года. Текстовые обзоры Windjamers 2, Любовь в смерти овощей, Strange Horticulture и видеообзор Black Book. А на десерт — история эмуляторов. Приятного прочтения, просмотра, конечно же, аппетита и хорошего дня.